Ну и разбираться в движении денег в Москве нам поможет наш экономический обозреватель Денис Елоховский. Он сейчас тоже находится на одной из мобильных платформ и готов быть в прямой эфир. Давайте сейчас спросим. Денис, привет! Где ты находишься? Расскажи поподробнее. Ну такая колоритная у него площадка. Да, добрый день. Я нахожусь в географическом центре Москвы, между прочим, в одном километре от МКАД по Калужскому шоссе, в рознично-оптовом продовольственном центре Фуд-Сити. Он был открыт год назад по образу и подобию аналогичных центров в окрестностях Парижа и Мадрида. Я здесь, на самом деле, оказался первый раз. И мне здесь довольно сильно нравится, потому что, ну, конечно же, во-первых, здесь дешево, а во-вторых, огромное разнообразие продуктов со всего света. Ну вот, например, что у нас? Это ананасы из Коста-Рики. Сколько стоит, я потом спрошу. И я знаю, что правительство Москвы, делегация правительства Москвы совместно с различными чиновниками, московскими и бизнесменами, в последний год особенно часто ездила по разным регионам, по странам и договаривались о поставках различного продовольствия на московские рынки. Хотелось бы узнать, какие именно контракты подписываются и какие планируются активности в этой области в наступающем году? Когда были введены санкции на поставку продовольствия из Европы, конечно, было такое психологическое напряжение. Вообще, наша торговля справится или нет? У нас же нет, как прежде, там, огромных складов, там, овощехранилищики. Саня Ильич, помните, ну, вы не помните, я помню, как мы перебирали, ходили картошку, будучи студентами. Ничего этого нет. Вся торговля с колес практически происходит. И как быстро переориентировать ее на новых производителей, на новых поставщиков сельхозпродукции. Это было очень важно. Поэтому мы помогали московской торговле, помогали оптовикам для того, чтобы выстроить новые каналы связи. Поэтому мы активно стали ездить в наши братские республики, в Белоруссию, в Азербайджан, были в Турции, в Узбекистане, работали с казахами. Для того, чтобы выстроить новые крупные контракты, чтобы они заняли этот рынок, с которого ушли европейцы. Уж я не знаю, наверное, отчасти и наши усилия все-таки была заключена в этот период порядка 180 новых договоров крупных на поставку продовольствия различных групп. Но и сама рыночная торговля показала, что она способна мгновенно перестроиться, мгновенно сориентироваться на других поставщиков. И, по большому счету, никакого дефицита в Москве не было. Не ощутили мы, что чего-нибудь. Более того, инфляция, продовольственная инфляция, она в этот период даже была чуть меньше, чем в других регионах. Говорит, что мегаполис справился. Несмотря на то, что мы в Москве ничего не производим, помидоров и огурцов не выращиваем, молоко у нас не производят. Тем не менее, вот это замещение произошло очень быстро и, мне кажется, достаточно эффективно. Это мы говорим о крупных поставщиках. А малый бизнес имеет какие-то преференции? Ваш коллега сейчас приветствовал нас из Фудсети. На самом деле, это главная преференция. Дать доступ малому бизнесу, торговому бизнесу, закупить где-то этот товар. Что происходило раньше? У нас были, типа, Западного Бирилева или еще там ряд таких площадок. Стихийная база. Да. Даже его овощная база или продовольственная база трудно назвать, потому что в основном это торговалось в фур. За отстои этой фуры брали 10 тысяч долларов в сутки на всякий случай. Цены взлетали от оптовиков к рознице в 10 раз, 15, 20 раз. Поэтому малому бизнесу очень сложно было вписаться в эту цепочку. Крупные сети, у них есть долгосрочные поставки, надежные поставщики, они сами диктуют цены. Малому и среднему бизнесу это сделать крайне сложно. Поэтому мы организовали в Фудсити площадку, на которой бы встретились оптовики, производители, которые приезжают в Москву, и представители малого и среднего бизнеса, ресторанов, кафе, ларьков и так далее, которые приезжали и там брали по нормальной, разумной цене. И сегодня на сайте того же Фудсити можно уже заранее забить и спросить, какие там цены, и узнать параметры цен по всем видам товаров. И торговые наценки оптовые снизились значительно в результате этого. Ну и сама торговля стала совершенно на другом уровне, она стала цивилизованной. Ну наша студия как раз позволяет это увидеть, как там сейчас все происходит. Все цивилизовано и доступно. Сергей Семенович, в новых микрорайонах дома сейчас проектируются с новой инфраструктурой с учетом всех потребностей. Первых этажей нет, никаких салонов парикмахерских в бывших жилых помещениях, переведенных в нежилые, уже в принципе не существует. Но вот в старой застройке, к сожалению, этот вопрос еще остро стоит. Был подписан регламент, ужесточили способ перевода теперь. Вот насколько найти, удалось ли найти, как вы считаете, этот баланс между тем, чтобы и услуги, по большому счету, для жилителей оставить на месте, да, и как-то и бизнес не обидеть тем, что он окажется в некоторых более строгих рамках? Завершается процесс обсуждения проекта постановления правительства Москвы о порядке перевода жилых помещений в нежилые. Таким образом, чтобы с одной стороны учесть интересы граждан, которые живут в этом доме, но с другой стороны и дать возможность развивать какие-то услуги, небольшие магазины создавать на первых этажах. Я думаю, что нам еще нужно 2-3 недели для того, чтобы его доработать и уже внести в готовом виде. Ну, то трудно соблюсти баланс между одними недовольными жителями и другими недовольными жителями. Порядок должен прописан в соответствующем постановлении, которое, я надеюсь, мы в ближайшее время примем. Будем ждать. И у нашего экономического обозревателя Дениса Елоховского есть еще один вопрос. Денис, тебе еще слово. Да, да, спасибо. Кстати, я, пользуясь случаем, хотел спросить про бюджет. На прошлой неделе Московское правительство утвердило трехлетнее бюджетное планирование с 2016 по 2018 год, а при этом на федеральном уровне бюджет будет только однолетний. Я, как экономический обозреватель, я, конечно, примерно представляю себе причины, но раз у меня выдалась возможность личного мэра спросить, Сергей Семенович, вы не могли бы объяснить, что позволяет Москве сохранить трехлетнее бюджетное планирование в нынешние кризисные времена? Молодец. Я-то представляю, а вот вы, как может, представляете, что вы такое сделали? Вообще, трехлетний бюджет – это, конечно, большое достижение, потому что стройки, городские проекты, крупные такие здравоохранения, образования и так далее, программы, их планировать на год очень сложно. Год начинается финансовый, ты доводишь деньги, до исполнителя, он пока осознал, что ему денежки получены, начал думать о какой проект, заказал проектную документацию, начал торговать на площадке, расторговывать эту услугу или заказ. Год закончился, деньги обратно забрали. Совершенно такая прелестная ситуация. С одной стороны, с другой стороны, понятно, что есть финансовые ограничения. Чего бы мы ни хотели, понимаем уровень финансовых рисков. Но для Москвы эти риски более понятны, чем, скажем, для федерального бюджета. Потому что федеральный бюджет в значительной степени зависит от экспортных пошлин. А экспортные пошлины зависят от цен на сырьевые товары, нефть, газ, уголь, металл и так далее. Москва в этом отношении, налоговая база другая. Это прибыль, подоходный налог, ряд других налогов, налог на недвижимость и более стабильный. Это не означает, что он процветает вопреки всему. Мы, наоборот, еще раньше вошли в кризис. Мы уже три года имеем такие доходы, которые реально ниже, чем предыдущие периоды. То есть мы уже в этом жестком тренде находимся три года. Три года в реальных цифрах. Бюджет не растет, а снижается. Поэтому мы уже адаптировались к этой ситуации в большей степени, может, чем другие бюджеты. Но вот вы уже сказали, что мы находимся, в общем-то, в условиях экономического кризиса или его начала три года. Потому что доходы бюджета Москвы как раз зависят от прибыли и подоходных налогов, ну и прибыли предприятий. Если эта прибыль падает и доходы людей падают, остается еще один источник – это налоги на недвижимость. Мы будем платить от кадастровой стоимости совсем скоро. Это поэтапно планировалось. Не будет ли этот процесс форсирован? Нет, ни в коем случае. Мы ничего не собираемся форсировать. И так это достаточно большая нагрузка для людей. Мы обеспечим все льготы, которые продекларировали. Поэтому максимально щадяще все это будем делать.